У всех у нас мышцы примерно одинаковые, только не у всех они развиты, так как, скажем, развиты у людей, которые занимаются этим видом спорта. А вот такой вопрос, Лала. Ну, обладательницы такого красивого тела, вообще красивой женщине, конечно, понятно, нелегко, наверное, находиться под пристальным вниманием, так сказать, представителей противоположного пола. И они вас побаиваются? Да. Мужчины, как правило, комплексуют в 95% общей массы, да. Они видят определенный мышечный объем, форму и сравнивают. И когда сравнение происходит не в их пользу, то, как правило, пасуют, делают шаг назад. Мне кажется, мужчинам стоит быть смелее. А вообще, чтобы чувствовать себя уверенной женщиной, которая занимается собственным телом, мне кажется, нужно быть действительно смелее. У нас еще один звонок в студии. Давайте послушаем, что скажет наш телезритель. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, Лала, смотреть на вас до такой степени. Хочется действительно глядеть на вас, стать такой же, но сильно внутренне изменить что-то в себе, потому что действительно глядеть на вас, не скажу, что вам такой же возраст, как мне, например, да. Но все-таки, благодаря тому, что вы сами изменили себя, что вы сами себе помогли, как я поняла из вашего рассказа, что действительно никто не верил в вашу победу самой над собой. И поэтому я думаю, что действительно ваш пример настолько заразительный, что хочется вот взять и начать заново жить. Вот. И поэтому, Лала, вы молодец. Ну, действительно, очень здорово, что все-таки есть такие женщины в жизни. Спасибо. И не только в жизни, а люди. Люди с большой буквы, которые действительно своим примером дают понять, что человеку все возможно изменить в своей жизни. Это самое главное. В общем, я желаю вам самое главное – удачи, успехов, всего самого светлого и доброго, чтобы, ну, всего самого хорошего. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну, вот видите, сколько теплых, хороших слов. А что бы вы, Лала, что бы вы пожелали тем, кто, может быть, вот сегодня находится вот в том положении, в каком были вы несколько лет назад, когда вот действительно ходили с палочкой, и, может быть, молодые люди еще, но уже махнули на себя рукой, ничего хорошего с нами не произойдет? Что бы вы сказали им сейчас? Конечно же, не останавливаться. В любом возрасте, в любом состоянии человек способен изменить себя. Для этого необходимо изменить свое отношение к себе в первую очередь. Наполнить себя внутренней любовью к себе и захотеть с огромной силой изменить свою жизнь, качественно изменить ее. И уверяю вас, что все получится. Вы знаете, я знаю, что вы, кроме той, что ли, работы, а спорт – это тяжелый труд, это работа, конечно. И приятный труд. И приятный, да. Что у вас есть еще и работа, которую вы любите, и увлечение, если можно сказать. В общем, это все, наверное, счастливое встречание. Вот такое. Расскажите, зрителям, кто вы по профессии? Ну, у меня два высших образования, но перед тем, как вот заняться достаточно профессионально уже этим видом спорта, я эксперт-гемолог, экспертиза драк камней, драк металлов, ювелирных украшений. Я моделировала ювелирные изделия. И, в общем-то, работала именно в этом направлении. Работала очень хорошо, я считаю, успешно. Но когда со мной произошла вот эта вот неприятная история, и я начала заниматься, то через год уже, совмещая работу свою основную, свое увлечение, как-то так это у меня все плавно перешло уже на более профессиональные рельсы, тем более, что одно из образований высших, это у меня горный институт, и сейчас называется академия, и точно так же у меня еще спортивное высшее образование. И поэтому, ну, я никогда не думала, что я буду в своей жизни заниматься этим профессионально, и это будет моей любовью, моим хлебом. Вы сами себя считаете сильным человеком, не только физически, но и морально? Вы знаете, я считаю себя очень мягким человеком. То есть вы тоже слабая женщина. Абсолютно. Ну, вы знаете, Вольф Мессинг, о котором сейчас вот идет фильм по одному из центральных каналов, написал даже книгу «Наша сила внутри нас». Он имел в виду, конечно же, не только физическую силу. На этом наша передача подошла к концу. Прощаюсь с вами, я хотел бы вам напомнить, что сразу после того, как закончится актуальная тема, вы сможете посмотреть антикризисный концерт Михаила Задорнова. Это даже не один будет, аж два концерта подряд. В общем, известный сатирик доказывает, что кризис – это замечательное явление, которое помогает людям задуматься о жизни. А я добавлю и о ее отсутствии тоже. Всего вам доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok